5 пар зодиака, которые чаще всего обманывают друг друга. Если верить звездам, то некоторым людям особенно сложно держать обещания, обязательства и секреты, а самое главное, сохранять верность партнеру. Если представители этих знаков сойдутся вместе, их союз будет тестом на изворотливость и на прочность. Овин и Телец. Представителей этих знаков тянет друг к другу магнитом, но Тельца рядом с Овном ждет жестокое пробуждение, Овин не собирается хранить верность преданному и очень домашнему Тельцу. Взгляды на важность моногамии в этой паре не совпадают, и это вполне может заставить Тельца в один прекрасный момент тоже взглянуть налево, не в силу природных качеств, а из желания насолить партнеру. Близнецы и Весы, знаки, управляемые одним и тем же элементом, сильно привлекают друг друга. Кроме того, Весы часто бывают очарованы легким нравом и чувством юмора Близнецов. При этом большинству Близнецов абсолютно чужда глубокая привязанность, чего не скажешь о Весах. Им будет совсем непросто смириться с легкомыслием партнера и его отношению к измене как к обычному делу. Рак и Козерог. Противоположности притягиваются, казалось бы, чуткий и мечтательный Рак мог бы стать идеальной парой для рационального Козерога. Но нет, Раку отношения могут очень быстро наскучить, и он с легкостью отползет в соседнюю гавань. Во многом это может быть связано с тем, кто Козерог не всегда способен удовлетворить сексуальные потребности Рака, а для Рака секс почти как воздух. Лев и Стрелец. Мир Льва вращается вокруг него самого, и ему очень хочется постоянного внимания со стороны партнера. Что касается Стрельца, то для него важно общение, он не готов запереть себя в четырех стенках и отказаться от встреч с друзьями и выходов в свет. В общем, страсть будет, верности нет, потому что Стрелец не способен обеспечить Льву то королевское отношение, в котором тот так нуждается. Водолеи Дева. В чем-то они похожи, но при этом очень разные. Дева будет плохо справляться со спонтанностью Водолея, и это постепенно станет вызывать перманентное недовольство, причем, у обоих. В итоге оба начнут смотреть по сторонам в поисках партнера попроще. Согласно с полученной характеристикой. Друзья, независимо от того, верите ли вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движения планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы много можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения и улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим. До новых встреч. Благодарим за просмотр.